Всем привет, с вами Аурум, и сегодня вы увидите просто шикарные трёхи с ТХ-10 в исполнении известного игрока под ником Вендетта. Но для начала стоит отметить, что трёхи не простые, они будут выполнены исключительно ведьмами. Ну, для начала давайте разберёмся и вспомним, что же такое ведьма. Я обратился в Clash of Clans Wiki, дабы понять официальную позицию, если не разработчиков, то фан-сообщества. Итак, в Clash of Clans Wiki написано «Ведьма – мощный юнит, который может поднимать погибших воинов в качестве скелетов. Она может быть использована в качестве юнита поддержки наравне с целительницей и при правильном применении может эффективно очистить от врагов все поля». Ну окей, понятно, в Википедии описывают ведьму как вспомогательного юнита, который может помочь нашим войскам в получении победы. Но, ребят, мы-то сейчас видим с вами, что ведьма – полноценный сейчас юнит. Она может полностью сама решать весь исход поединка. И об этом мы сегодня как раз и будем разговаривать. После декабрьского обновления в игру ввели ведьму третьего уровня. И она, в принципе, намного мощнее своих предшественников. Это, в принципе, и понятно. Вместо четырех скелетов, которые вызывала ведьма второго уровня, ведьма третьего уровня вызывает пять скелетов за один раз. И на поле может находиться десять скелетов от одной ведьмы. При этом, конечно, у ведьмы выросло здоровье, вырос урон. Но те самые десять скелетов, которые суммарно она может вызвать, и которые могут находиться одновременно на поле боя, они действительно очень многое решают. Как видим, без проблем с огромным количеством ведьм можно снести ТХ-10. Причем это не единичные подстроенные случаи, а я покажу таких реплеев очень много. Естественно, не все базы ТХ-10 можно снести на три звезды. Нужно выбирать определенные базы, которые подойдут по некоторым критериям. Основной и главный критерий это незащищенность стенами. То есть, понятное дело, в любом случае на базе будут стены, да? Но нам нужно смотреть, чтобы база была не ячеечная. Чтобы ведьмы, попав в средину базы, могли себе спокойно по ней бродить и не натыкаться на большое количество заборов. Если же у базы все-таки ячеечная структура, то нужно запастись, во-первых, терпением, а во-вторых, баночками джампа или же землетрясения. Или же и тем, и другим. То есть, с собой из банок мы в любом случае берем либо землетрясение, либо банку джампа, ну и остальное смотрим по настроению. То есть, опять же, это ТХ-10, это инферно, поэтому заморозка тоже, в принципе, должна бы быть. Плюс, если мы одиннадцатый Таунхолл, понятное дело, ведьма третьего уровня появляется на одиннадцатом ТХ, значит, у нас есть хранитель. Ну, а хранитель, как нельзя, кстати, пригодится в таком случае, потому что у него есть особенная способность, которая делает его и воинов в его ауре непобедимыми, точнее, неуязвимыми какое-то время. А опять же, нужен хранитель минимум пятого уровня, потому что мы знаем, до пятого уровня такой способности у него нет. Ну и, в общем-то, давайте попробуем разобрать атаки, которые предоставил Вен. Итак, вот такая база, реально, фулт ТХ-10, ну, не считая забора, сороковые герои, и у Вена двадцать ведьм. Король, королева и хранитель пятого уровня. Видим, что в центре базы есть такой вот квадратик, для которого Вен использует... для уничтожения которого Вен использует четыре землетряса. Кроме этого, у него еще есть два джампа и две заморозочки. Выбрасывает всех ведьм. В клановой крепости у него голем. И сейчас будет такая просто эпически красивый выброс ведьм. Ну, реально, вот приятнее всего смотреть на ведьм, как они работают. Честно, это эти кучи орды скелетиков, это просто нечто. С клановой крепости вылетает гончая и выходит маг. Но, как вы понимаете, для Вена это абсолютно не помеха. У него есть пару магов. У него также есть и королева, которая справляется сейчас с гончей. Уже заюзалась первая заморозка, как только король и скелетики подошли к инферно. Король, правда, не хочет почему-то подходить сразу к инферно, поэтому обе банки заморозки бросаются именно на первую инферно. И, блин, ну, как-то я не знаю. Вот после этого момента, давайте остановимся. 46% базы уничтожено, 47% сейчас. Но две инферно живы и куча дефа. А банок уже ноль. То есть все, банок, нету ни одной банки. И король при этом мертв. Давайте смотреть, что же дальше. Я когда смотрел первый раз реплей, думаю, ну как так? Че же будешь ты делать? И он здесь именно юзает ту самую особенность, точнее способность хранителя, которая позволяет ему быстренько уничтожить обе инферны. Ну и прелесть, опять же, этой атаки в том, точнее этой расстановки в том, что в самом начале игры, в самом начале атаки он уничтожил вот этот квадратик и тем самым вскрыл полностью базу. То есть скелетики не наталкиваются на стены, поэтому им очень легко, в принципе, продвигаться по кругу. Ну и, понятно, дело в шляпе. Куча ведьм, куча скелетиков, королева, хранитель. Ну, круто, че? Интересная атака именно тем, что здесь используются 8 банок землетрясения. Почему? Ну, сейчас увидим почему, но в целом сразу бросается в глаза, что ячеек здесь очень мало. Она как нельзя, кстати, подходит для атаки ведьм. Для начала он пробивает стену в самом углу и потом уже, грубо говоря, в средине базы. То есть сначала уничтожается внешняя стена и потом внутренняя. Что же при этом мы видим? Мы видим, что теперь ведьмы без проблем смогут пробираться в любой угол карты и при этом скелетики практически не будут бомбить стену. А если даже они будут, у нас есть еще баночка джампа, которая и поможет где-то в этой зоне. Итак, смотрим. Выбрасывается куча ведьм, причем на самом углу карты. Они мега эпично смотрятся. Серьезно, это просто... Вот посмотрите, я надеюсь, изображение картинки у вас настолько же прикольное, как и у меня. Это, ну, я не знаю. Очень эпично. При этом король и королева выбрасываются по углам карты, чтобы зачистить углы. То есть это идет своеобразный разрыв кольца, чтобы ведьмы зашли именно в центр базы, куда нам и нужно. Кроме этого, обратите внимание, что вот была заморозка, только что она заюзалась, и из банок у нас остается только джамп. То есть насколько вот опять эпичное действо, когда среди на атаки две инферно живы, а Теслы, опять же, еще стоят на месте. И у нас нет уже никаких вспомогательных банок, но есть особен... Блин, почему-то хочется все время назвать особенность. Не особенность, а специальная способность хранителя только что была заюзана, с помощью чего, в общем-то, и уничтожаются инферно. Опять же, инферно мульти, но так как скелетиков просто охренительное количество, вот у нас, к примеру, 20 ведьм, да по 10 скелетиков, то есть на карте одновременно 200 скелетиков могут находиться. Это просто грандиозно и эпично. Ну и здесь уже, в общем-то, ясно, что никаких проблем возникнуть не должно, даже с учетом того, что король и кор... Точнее, королева уже умерла. Ой, точнее, король уже сдох. Королева находится... Ну вот у нее там сколько? 10 хп, 10 процентов осталось. Но мы понимаем, что ничего не может угрожать такому охренительному большому количеству скелетиков и выживших ведьм. Ну и последняя атака, которую мы сегодня с вами рассмотрим, конечно же, на 11-й ТХ. Да, не совсем это 11-й в плане прокачки. И новый герой наш 1-го уровня. Орла мы вообще здесь не наблюдаем. Но 10-й ТХ фулл прокачки с 40-ми героями. Почему бы и нет? Опять же, бросается землетрясение, бросается два джампа. Но здесь есть, конечно, очень интересный момент, что база не настолько вскрытая. Мы все-таки видим здесь кучу стыков, которые нам могут каким-то образом помешать. Но посмотрим, короче, что будет происходить. Выбрасывается куча ведьм, маги, герои все. У нас остается баночка заморозки и джамп. Гончая из клановой крепости уже уничтожена. Проблем с этим никаких нет. Опять же, юзается голем. Вот заморозку уже бросили, чтобы скелетики комфортно себе зашли и поуничтожали весь основной деф. Причем здесь заморозка бросается не для того, чтобы пока действует заморозка, были уничтожены инферно. Она бросается больше для того, чтобы скелетикам инферно не мешало уничтожать весь остальной деф. Ну и вот джамп решается бросить именно туда, где могут возникнуть проблемы. То есть, если здесь не будет джампа, скелетики начнут долбить забор, либо пытаться как-то отбежать. Ну и база у нас практически вся уже открыта. Ну, открыта для доступа скелетикам. В этой атаке, конечно же, не настолько много ведьм выживает. Не настолько много скелетиков мы видим одновременно. Но королева 40 уровня жива, и у нее не заюзана ее способность. Поэтому тут как ни крути, в любом случае три звезды, даже если каким-то чудом... Ну, чудо не совсем подходящее слово, но если даже все ведьмы сейчас сдохнут, то королева, в принципе, в одиночку сможет порешать весь исход поединка. Не совсем удачно здесь осталось два строения, но мы знаем, что у нас атака длится сейчас 3 минуты 30 секунд. Поэтому дело, в общем-то, в шляпе. Ну, в общем, как-то так. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если это так, ставьте лайк. Если не подписаны на канал, подписывайтесь. Ну и, конечно же, огромное спасибо Вену за предоставление таких реально прикольных реплеев. Ну и уверен, что каждый мой подписчик скажет Вендетте спасибо за прямые руки. С вами, как всегда, был Аурум. Удачи!